Клиенты Азия Кредитбанка обеспокоены судьбой своих средств, которые оказались недоступны, сообщает курсив КИЗ. По данным издания, банкиры объясняют ограничения на снятие наличности техническими проблемами. Филиал Нацбанка в Павлодарской области рекомендует клиентам Азия Кредитбанка обращаться с жалобами к регулятору в случае необоснованных отказов в банковском обслуживании. Подробности в наших бизнес-новостях. Возле филиала Азия Кредитбанка на Ломово немноголюдно. О том, что банк ожидает слияния, большинство узнали еще летом. Но цивилизованного перевода клиентов в новый банк не получилось. Многие юридические физлица оказались без доступа к собственным счетам. Вообще деньги зависли здесь, никакие переводы, никакие платежи здесь не работают. Деньги снять не можем. А давно такая ситуация? Уже третий день. Сбой системе. Официально в банке не комментируют ситуацию. Призывают не паниковать и объясняют сбой планируемым слиянием Стенгри-банк и Капитал-банк Казахстан. Сколько по времени займет интеграция платежных систем трех финансовых институтов, в Павлодарском филиале не знают. Антимонопольщики начали расследование в отношении Павлодарской электросетевой компании после обращения АО «Майкейн Золото». Последнее предприятие выступает не только недропользователем, но еще снабжает теплом и водой поселок, а также оказывает услуги по отводу стоков. Департаменту сообщили, хотели покупать электроэнергию напрямую, но проект отказывается заключать договор. То есть в случае, если заключение договора с АО «Павлодарской электросетевой» на передачу распределения, он будет покупать электрическую энергию напрямую на станции, то есть минуя снабжающую организацию, то есть не оплачивая его снабженческую надбавку. То есть да, грубо говоря, это посредника. Ну, считаем, что цель этого отказа именно, чтобы не допустить, чтобы он ушел от энергоснабжающей организации, то есть от посредника, чтобы он не получал электрическую энергию напрямую. Электроэнергия входит в затратную часть, в том числе по предоставлению услуг по отоплению, воде и канализации. Это, к примеру, циркуляция насосов. И в случае прямой покупки света это могло бы повлиять на уменьшение тарифов на все их услуги для местного населения, считают в департаменте. Но, говорят, электросетевая компания выдвигает предприятию технические требования для заключения договора. Они ссылаются на те нормы, правил, которые не регулируют данное правоотношение. То есть уже уходят туда, когда уже должен быть заключен договор, и они должны выполнять условия уже по итогам заключенного договора. Доступ, то есть на рынок, предоставляется именно договором. А после того уже идет они, то есть те нормы, которые приходят, которые технически сейчас пока невозможно исполнить. Антимонопольщики уточняют, обращались с запросом в Минэнерго для разъяснений по этому поводу. И получили ответ о том, что требования не являются основанием для отказа. Электросетевой компании направили уведомление. Десятидневный срок заключить договор. Но проект делать этого не стал. В итоге в департаменте начали расследование по статье 174-й части 5-й предпринимательского кодекса злоупотребление доминирующим или монопольным положением части необоснованного отказа от заключения договора. Если факты подтвердятся, откроют административное производство. Материалы направят в суд. Ольга Шкря, Дмитрий Моисеенко, телекомпания Ирбис. Унижили значительно и составляют 3,8 тонн в год. Вопросы экологии нужно поддерживать на постоянном уровне. У нас ежегодные мероприятия, в частности, по поддержанию нашего национального парка Байнаул, где мы с энтузиазмом, наши люди, наши работники ездят туда, чистят. К сожалению, у нас есть моменты такие, что загрязняют. У них действительно уникальные парки. И я думаю, что мы очень полезную, хорошую работу проводим. Активную экологическую политику ведет и акционерное общество Алюминий Казахстана. В прошлом году на природоохранные мероприятия компания потратила свыше 500 миллионов тенге. В нынешнем сумма не меньше. Сейчас ведутся работы по замене электрофильтров цеха спекания. Проект масштабный, готовились к нему два года. Борьбу за чистый воздух продолжают вести и с помощью новейшей станции экологического мониторинга из Швеции. Она в круглосуточном режиме фиксирует качество атмосферного воздуха. Установлена в районе поселка Зеленстрой, прямо на границе санитарно-защитной зоны. Реализуется реконструкция по замене первого-второго электрофильтра. Это основные мероприятия на сегодняшний день на нашем предприятии. На сегодняшний день в активной фазе завершения строительно-монтажных работ по электрофильтру номер один, печеспекание номер один, а в следующем году, в 2020-м, планируем перейти на второй электрофильтр. Оба предприятия продолжают проводить экоакции. В 2019-м году планируется высадить более двух тысяч саженцев. Весь посадочный материал из собственных питомников. Будущий год станет не менее интересным. Артем Буланов, Антон Тыщенко, телекомпания Ирбис.